Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо огромное, что заглянули. Я сегодня встала рано, столько всего успела. Прям я молочина. А все потому, что сегодня к нам в гости придет мой друг детства. Если вы хотите, я могу заснять. Пишите, кстати, в комментариях, интересно ли вам посмотреть на него. Потому что давненько я уже не снимаю влоги. И мне кажется, канал стал как-то скучнее без влогов. Хотя влоги набирают совсем ничего просмотров. Все равно, мне кажется, с ними как-то веселее, интереснее. Поэтому пишите. Сегодня у нас картошка по-деревенски. Которая, мягко говоря, выглядит как-то странно. Дело в том, что ее приготовила я сама по рецепту в ютубе. Вон там в рецепте были небольшие картошки. У меня получились просто огромные. Надо было мои разрезать еще пополам. На вкус классно, но внешний вид не очень. Причем, вы знаете, у кулинара стояла одна фотография. А в итоге у нее получилось плюс-минус то же, что получилось у меня. Короче, стояла чужая фотка, поэтому я повелась. Решила приготовить, не досмотрев видео до конца. И, кажется, всегда экономит свое время. Рецепт на шаурму. Я вам обязательно оставлю. Мой друг детства, он уже давно хочет попробовать роллы. Все никак. Я хочу сегодня заказать роллы. Но плюс надо приготовить еще что-то. Потому что если будут просто роллы, когда первый человек пробует роллы, в большинстве случаев человеку не нравится. И чтобы он не остался голодным, надо еще что-то приготовить. Поэтому я встала рано. Надо прибраться дома. Накрыть на стол. У нас еще вообще тарелок нет. Все тарелки увезли в деревню. Маме говорю, надо купить. Кстати, картошка по-деревянски вкусная. Просто внешний вид не очень. Вот так очень даже вкусно. Мой друг детства, он старше меня на два года. Два или три. Но не сильно старше. Мы все детство играли. Я помню, в детстве даже он был таким хорошим. Хорошим в том плане, что он не дрался с девочками. Такой дружелюбный был. И вот прошли год, а мы из деревни переехали, например, все равно связь осталась. Просто дружба длиной в жизнь. Когда он, например, на что-то обижается, или ему что-то не нравится, но он об этом не говорит, я уже по его взгляду, по его мимике знаю. В общем, для меня он как брат. И мы с ним много раз виделись. И каждый раз у нас возникает одна и та же проблема. Он за меня платит. Ну, типа, мужчина заплатил, закрыл счет. И последний раз, когда мы шли, я ему сказала, либо счет 50 на 50, либо я просто не иду. Он согласился на 50 на 50. Но потом, когда мы уже были в кафе, он заплатил и за себя, и за меня. Мне реально неудобно, когда за меня платят. Это касается не конкретно его, а вообще. Например, мы идем куда-то с подругой и ее мужем. Я всегда говорю, стоп, ребят. Я плачу за себя. Потому что, ну нафига? Я, например, хочу заказать что-то дорогое. Я этого делать не буду, потому что плачу не я. Да и вообще, мне кажется, это такие мелочи. В плане денег я вообще не люблю быть кому-то должна. Когда человек каждый раз, например, закрывает счет, мне уже автоматически становится неудобно. Я не люблю такие моменты. Кстати, напишите, как вы относитесь к дружбе между мужчиной и женщиной, между девушкой и парнем. Я лично в дружбу верю. Некоторые говорят, в этих отношениях кто-то один обязательно любит. Совершенно не согласна. Вообще, я думаю, что дружба, которая длится прям с детства, она самая крепкая. Это также дружба между девочками. Шаурма очень вкусная получилась. Просто чуть-чуть суховатая, как будто. с курицей, майонезом. Увидела, что в некоторых местах сейчас начали готовить шаурму с сосиской. И в некоторых ресторанах такую дешевую сосиску кладут. Прям есть невозможно. В прошлом видео я вам говорила про косметику. Мне в инстаграм написала куча девочек, которые спрашивали, откуда можно заказать косметику намного дешевле. Я вам обязательно еще поделюсь в инстаграме, откуда можно заказать. Кое-где доставка платная, где-то бесплатная. Например, на сайте Colourpop доставка бесплатная от 50 долларов. Причем по всему миру. Куда угодно можете заказать. На сайте Revolution Beauty тоже раньше была бесплатная доставка и так выгодно было. По-моему, от 80 евро была бесплатная доставка. А сейчас уже такого нет. Доставить опять же можно, но но уже платно. Если вам интересно, пишите в комментариях. В инстаграме я публикую сайты, где реально можно очень бюджетно, классно заказать косметику. или Beauty Bay. Если вам уже нужен люкс, что-то подороже. Бренды, которые не представлены. Вообще не знаю, почему, но мне всегда хочется то, что у нас нет. из косметики я имею ввиду. По идее, такое изобилие всего. у меня сестра пишет, что тебе привезти из России. Я говорю, а что у вас есть, что привезти? Я ей говорю, привези мне белорусскую косметику. А вы все знаете, почему? Потому что блогеры начали очень много про нее говорить. И вот как только блогеры говорят про это, все, мне это хочется. Я вообще подвержена рекламе, пипец как. Я-то понимаю, что это все-таки интеграция. Но мне пофиг. Вот я хочу, о чем говорят блогеры. Вот блогеры начали говорить про белорусскую косметику. Все начали нахваливать. Я вот захотела резко. Как говорит мой брат, реклама направлена на лохов. Лох перед вами. Который ведется абсолютно на все уловки. Мне кажется, это даже какая-то болезнь. В общем, я покупаю косметику в магазине, и там есть бонусная система. В общем, что бы ты ни купил, даже если на скидке или нет, все равно 5% тебе садятся бонусы. от каждого 100 монат. В общем, я что-то купила, к примеру. Подхожу на кассу. Мне говорят там, например, 80 монат. И они, видимо, специально так делают на кассе. Мне говорят, ой, у вас здесь уже скоро набираются бонусы. Еще вам надо на 20 монат купить что-то, и вы можете выбрать любое, все, что вы хотите на 5 монат. И что вы думаете, делаю я? Я иду и докупаю. То есть, это реально какая-то болезнь. Там, не знаю, какой-то стенд, и вот, например, вот эти два оттенка помад самых крутых на скидке. Минус, там, не знаю, 7%. Я бегу покупать. Я думала, я одна такая. Мы вчера переписывали с сестрой. Сестра говорит, у меня тоже самое, только не в плане косметики. Я вообще просто мусор покупаю, который мне не нужен, просто потому, что он по скидке. мне писали в комментариях, что это недолюбленность в детстве. Ну, ничего подобного. Меня очень любили. У меня было все замечательно, но вот эта вот любовь к импульсивным покупкам, я не могу избавиться от этого. покупаю очень много однотипных вещей. Не ношу, все это просто висит. Я не могу назвать себя прям сильным шопоголиком, что я прям всю зарплату трачу на какую-то фигню. но процентов наверное 50 с денег, которые я трачу, я трачу на какую-то фигню. Меня в комментариях постоянно ругают, но с другой стороны, вы знаете, что я думаю? Конечно, в плане экологии и так далее, это совсем правильно, но с другой стороны, если покупка этой фигни делает меня счастливой, почему бы это не сделать? Вот несколько раз я прям обещала себе, что год я не буду ничего покупать, а потом опять срывалась. Это как болезнь, наверное, какая-то. меня всегда вдохновляют людям-минималисты. Например, я вижу, что у человека там, не знаю, одна помада, она закончится, он купит новые. Вот как я вижу у человека эти обстоятельства, я сразу думаю, вот я тоже так буду делать, все. Завязываю. Причем меня окружают такие же люди, как я. Например, жена брата, она мне просто как старшая сестренка. Вот он тоже мусор покупает, то есть в ней тоже живет этот шапоголик, наверное, это у нас семейная. Вот я у мамы постоянно спрашиваю, мама говорит, в 90-х, там в 2000-х, в 2005-м, когда я была еще маленькая, мама говорит, такого изобилия всего на каждом углу не было. На этом все было очень вкусно, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Всех люблю, пока! Субтитры сделал DimaTorzok